Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Кононова Аня и новинки 12-го периода. Не снимала я, конечно, обзор долго, потому что мне хотелось все попробовать, перепробовать, а в связи с переездом было некогда, да. Вот, некогда на самом деле, по уважительной причине, мы переезжали из Мурыгина, из своего поселочка в город Киров, да, то есть мебель, все-все-все, это смена сантехники, это все люди, 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 люди в квартире, да, это все надо было контролировать, конечно же, и я задержала видео. Но хочется сказать, что многим я опять-таки попользовалась, и обзор будет более качественный, чем если бы я сняла видео сразу, потому что я очень люблю новинки, я очень люблю их тестировать. В прошлом, около 10 лет назад, я закончила курсы визажиста, и, конечно же, косметика – это моя страсть. Вот, и сегодня я вам покажу такую новинку помаду, да, такой карандаш. Значит, он идет как карандаш-помада для губ воздушный поцелуй, 2,5 грамма. Я заказала один новый оттенок, 44081, и, конечно же, немножко разочаровалась. Тут он красивый, тут он такой симпатичный в каталоге, а на самом деле он такой вот, как вам сказать, насыщенный, темный, да, то есть вот он теплее, он теплее на руке, чем на камере, немножко потеплее, да. И вот тут вот, видите, он мне показался светленьким, красивеньким, но на самом деле разница просто, как вы видите, очень большая, и помада мягкая. Да, вот этот карандашик, он очень мягкий, он тает в жару, и, но, в принципе, он не растекается на губах. Но, честно скажу, оттенок не мой. Вот, я, скорее всего, знаю, кому ее подарить, и кому этот оттеночек понравится. А в целом скажу, что качество хорошее этой помады, оно не сушит губки, оно не стягивает их, лежит хорошо, не растекается, да, то есть вот прям все идеально, но просто, вот, знаете, не мой цвет. Просто не мой цвет шло, оно вот в такой вот упаковочке, я ее, конечно же, сорвала. Да, мне кажется, этот цвет больше таким брюнеткам подойдет. Вот, но в целом, как бы вот, видите, я рассчитывала немножечко на другой оттенок, и он мне казался другой в каталоге, и разница, в принципе, большая, да, поэтому, заказывая себе новый оттенок, знайте об этом, да, то есть я заказывала себе для этого оттеночек вот такой, 41095, он у меня до сих пор есть, для меня ярковатый. А вот этот вот 41098 мне очень понравился, он такой приятный, классный, и я им до сих пор пользуюсь этим оттеночком. Ну, конечно, мой любимый оттенок, это такая вот помада, да, Secret Story, артикул 43069. Лучший оттенок я просто пока для себя найти не могу, прям моя-мая, вот честное слово. Вот я люблю просто, знаете, ярко красить глаза, и поэтому я не люблю яркие оттенки губных помад, потому что выделять нужно что-то одно, или глаза, или губы, а то получится ярко. А следующая новиночка, очень вот эта тушь мне понравилась, скажу честно, она меня удивила, но вот эта вот фибровая косточка, косточка, говорю, кисточка на конце, с одной стороны она немножко лишняя, потому что я люблю кончиком ресничек, кончиком, да, прокрашивать уголочки. Тут же получается, когда вы начинаете прокрашивать уголочки, сейчас я сфокусирую вам в идеале ее, да, когда вы начинаете прокрашивать уголочки, то вот эта вот кисточка может забрать невысохшую ресничку, и у вас получится немножко кривовато, да, то есть вот эта вот штучка, она удлиняет, она подкрючивает, она на самом деле делает кошачий взгляд, но вот с этой кисточкой, которая сбоку, с ней надо на самом деле быть попроще, поосторожнее, потому что она, как даже сказать, она может забрать вот на самом деле ресничку, и вы можете просто криво накрасить глаз, да, то длинная, то короткая, то длинная, то короткая. В целом тушь, я не постесняюсь этого слова, скажу его на весь интернет, она офигенная, она классная, она на самом деле так подкручивает, так подбивает, так удлиняет, это вот, знаете, три взмаха кисточкой и просто супер-супер эффект. И на самом деле кошачий взгляд получается, потому что реснички у основания глаза, они получаются короче, короче, а те реснички, которые в конце глаза, да, они уже такие длинные, пушистые, забитые, классные-классные, да. Вот, и эту тушь я буду рекомендовать, эту тушь я подарю своей свекрови, потому что у меня есть открытая тушь, и я их заказала две штуки. И, вы знаете, я почему-то была уверена, что она мне понравится, она мне очень-очень понравилась. Мне кажется, когда вы будете рекомендовать ее своим покупателям, ни один не будет недоволен, ни один. Далее, вот такие вот тени красивые, так, буду в сторону откладывать, да, такие вот тени красивые я заказала. Они немножко понасыщеннее смотрятся, да, тут идет зеркальце такое небольшое, маленькое, да, очень удобная кисточка большая, спонжик, вот, и сами оттенки, да, как вы видите. Немножечко они, конечно, отличаются, да, но не сильно. Вот этот оттенок, он более теплый, если посмотреть, да, то есть тут он такой, кажется, блестящий, перламутровый, а то этот, на самом деле, он более теплый. Вот этот оттенок тоже кажется перламутровым, но на самом деле он идет матовый, да. Вот этот тоже мне почему-то показался перламутровым на фото, а тут он идет матовый. Это палетка полностью для брюнеток. Давайте я с вами сниму сводчи, и вы поймете, о чем я говорю, да, вот они такие. Вот эти оттенки, на самом деле, насыщенные, хорошо тени пигментированы, вот, что мне в них еще понравилось, да, ну, как вы видите, матовые, похоже, переносятся, да, вот видите, а вот эти вот первомутровые, они лучше наносятся. То есть вот уголочек глаза, вот этими тенями, вот это прям мой оттеночек, вот этот вот один. Да, вот эти два теплых оттенка тоже очень хорошо на глазках смотрятся, да, даже вот видите, рисунок, я ими успела покраситься, успела вам показать, да, и рисунок даже не портится. Они такие не сильно мягкие, да, то есть средней жесткости, да, вот на самом деле у них идет шелковистая текстура. Тут идет 9 грамм, артикул 5404. Я считаю, что они стоят таких денег, что тени хорошие. Тени хорошие, упаковочка такая пластмассовая, удобная. И тут есть как наносить, да, то есть вам все-все-все рассказывают. Тоже очень удобно. И вот для брюнет, для блондиночек, вот этот оттеночек может даже, если у вас есть кисточка для бровей, он может даже подойти, чтобы бровки накрасить, да, но он немножко с перламутром, но этого перламутра я пробовала, его практически не видно. Вот, значит, ну такая универсальная палетка, но это не мой цветовой тип, потому что я холодная блондинка, да, а это все-таки идет таким теплым брюнеткам больше. Ну вот эти вот два оттенка мне очень понравились. Далее, я заказала такие вот каяльчики для глаз, я их очень люблю, а также их любит моя дочка. Вот они, новые оттеночки. Ну тут, конечно, их описали не очень-то, да, интересно. На самом деле они намного лучше. Да, сейчас их открою. Во-первых, вот такой оттеночек идет, так, не фокусирует камера, да, во-первых, оттеночек 5246, вот он такой симпатичный, и он поблескивает, он с перламутром идет. Да, вот видите, такой перламутр переливается, и он не сильный такой перламутр. А тут, конечно, его сделали, как будто вот он матовый, да, но на самом деле он такой, да, вот намного симпатичнее, чем в каталоге. Голубенький тоже очень классный, честное слово, мне он очень понравился. Он такой нежный цвет, да, в каталоге он идет более такой насыщенный. Я сейчас порисую вам, увеличу. Да, вот такой вот он, прям красота. Я думаю, вам видно. То есть блеск такой не сильный, и светлый карандашик. Обычно я его использую в уголках глаз, да, он мне тоже очень понравился. На таких карандашиках очень хорошо держатся тени, еще что-то, да, и он такой неброский. Я его для этого взяла, потому что, когда мы куда-то долго едем, там на поезде или сутки проводим в аэропорту, то он для меня просто очень незаменим для того, чтобы макияж был более стойкий. Да, и тут, конечно, они как-то в каталоге скудновато представлены, они на самом деле больше интересны. Да, то есть белый песок, он интереснее намного, да, чем он тут. Да, то есть оливковый сад интереснее, да, красивее оттенок такой, легкий металлический, да, я бы так сказала. А небесная глазурь, ну, вообще другой оттеночек, как вы видите, да, то есть они красивее, имейте это в виду, красивее, ярче и лучше. Вот, дальше тоже хочу похвалить вот данную тушь, она пойдет как бонус за покупку в 13-м периоде. Вы знаете, классная тушь, артикул у нее 55-30, я ей накрасилась, она отлично удлиняет, отлично разделяет. Так, для чего она нужна? Давайте почитаем, непревзойденный объем, я еще просто не почитала, да, у нее идет силиконовая кисточка, она идет 13-миллилитров, черная, да, то есть не угольная, но черная. Давайте посмотрим. Вот такая вот красавица кисточка. Очень скажу вам, что она мне понравилась, но она не подкручивает ресницы, как вот та тушь кошачий взгляд. Она хорошо, очень хорошо удлиняет, но не подкручивает. Вот, значит, как пользоваться ей? Если вы ее будете наносить сразу слой за слоем, то у вас будут такие лапки паучка. Если вы один слой нанесете и подождете, пока он высохнет и будете наносить второй, у вас будет просто классный эффект. Да, классный эффект от ресниц, удлиняет на самом деле очень хорошо. Вот. Также, конечно же, бонусы за покупку у меня были. И тушь моя любимая 55-99. Я ее часто кому-то дарю. Я ее часто заказываю себе, потому что эта тушь, она идет и на подарок, и всяко разная. И вы знаете, я ее очень люблю, эту тушь. Смотрите, какая кисточка. В этой туши самое классное, что вы можете с утра реснички подкрасить легонько, а вечером их накрасить пожирнее, если вам нужен вечерний макияж. И у вас реснички не будут, как лапки паука. То есть, это такая моделирующая тушь. И она на самом деле классная. Она и удлиняет, и объем, и подкручивает, и разделяет, и все-все-все делает. И ей проблем у меня накраситься нету. Накраситься нету абсолютно. Вот. Также хочется вам показать вот такую красоту. Это Бонбон Кутюр. Классный аромат. Свежий, сладкий, с кислинкой, с ярко выраженной кислинкой. Этот аромат мне понравился больше, чем прошедший, потому что он уже более такой, вот, знаете, есть каприз, парфюмерная водичка, да, она мне понравилась немножко меньше, потому что она идет такая нежная, сладкая, да, а эта, она идет с кислинкой. И как раз до конца периода этого, да, до конца 12-го каталога, до 27-го числа включительно, вы можете в разделе промо-акции две Бонбон Кутюр купить и третья вам попадет в подарок. Аромат кисленький, сладко-кисленький такой, приятный, такой, свежинка какая-то есть, да, вот, и нет ни одной такой нотки, которая бы мне была неприятна, да, вот, очень мне понравилась эта водичка. И я вам хочу сказать, что это такой универсальный аромат, кислинка неярко выраженная. Вот, дальше, что бы мне вам хотелось показать, это такую вот новиночку, это увлажняющий спрейс перламутром, артикул 6279, он называется лесная фея, не фокусирует, да, видишь, какой капризный, он называется лесная фея, таким вот образом он выглядит. перламутра тут реально немного, да, то есть, но увлажняет он, кстати, классно. Как раз вчера ходила в душ, мне понравился его аромат, сладкий, нежный, да, вот сейчас он высохнет, я вам покажу, сколько в нем перламутра, вы знаете, вот даже просто так его покупать, не из-за перламутра, потому что перламутра мало, а из-за аромата, и как он хорошо кожу может освежить, увлажнить к жару. Мне кажется, он у меня закончится за полторы недели, потому что там уже не так и много осталось, если честно. Ну, такая клевая штучка, заказала из любопытства, и вы знаете, нисколько не пожалела, что потратила денежку. Далее, о чем мы с вами поговорим, это очень интересные новинки, это восстанавливающий крем комфорт для чувствительной кожи, гипоаллергенный уход. Эта серия гласит о том, что если у вас есть какие-то как вам даже сказать, какие-то изменения, капилляры, еще что-то, покраснения, этот крем будет их убирать. То есть он, да, вот давайте тут почитаем, да, то есть он восстанавливающий идет, да, крем комфорт для чувствительной кожи, универсальная защита от кожи, от разделений, от раздражений, простите, и покраснений, корректирует и заметно уменьшает видимое покраснение кожи, препятствует их появлению, уменьшает чувство дискомфорта и стянутости, снимает шелушение, интенсивно увлажняет, помогает коже самостоятельно защищаться от внешних раздражителей и загрязненной окружающей среды. Способ применения небольшое количество крема нанесите на очищенную кожу лица утром или вечером. Вот вы знаете, артикул 1665, он идет 50 мл, он большой, он вкусно пахнет, так, я этот не открывала, нет, я его открывала, да, я испугалась, что не открыла, да, он вкусно пахнет, он идет такой, беленький, да, впитывается средне, я не скажу, что быстро, аромат такой, нежных каких-то таких белых цветочков, и он еле-еле-еле-еле-еле уловимый, его практически, вы уже его не почувствуете, даже через, я не знаю, 10 минут, все, он уже у вас выветрится, даже 3 минуты, скорее всего, да, как вы видите, ну, он впитываться будет хорошо, если, конечно, вы его повтираете, немножечко поделаете массаж на лице, да, что рекомендовано очень, и еще такой вот интересный крем, капилляра протектор для чувствительной кожи, он уменьшает капилляры, артикул у него 16-29, это новинка, 50 миллилитров он идет, и вот тут, вы знаете, я не смогу его вам протестировать, и сказать, работает он или нет, потому что у меня нет капилляров на лице, и всех своих знакомых, кого бы я не вспоминала, я не могла вспомнить, у кого есть капилляры на лице, в принципе, я никогда не обращаю внимания на несовершенствованное лице у людей, может быть, это мой недостаток, потому что я сейчас не знаю, кому его предложить, да, вот, для чувствительной кожи, он предназначен для ухода за кожей, склонный к покраснению и куперозу, вот, в принципе, если вот у кого-то есть покраснение на коже, то он тоже подойдет, не обязательно купероз, да, вот до этого была серия антиакне, и я вам вот хочу сказать, что вот эта серия антиакне, просто, прямо сенсацию произвела в нашей семье, по всем моим знакомым, подросткам, у кого были какие-то высыпания, прыщики, акне, еще что-то, да, то есть, вот их артикулы, я вам честно скажу, обалденно работает, у меня у дочки лицо в три раза уже стало, глажей, я это уже не в первом видео снимаю, вам очень рекомендую, если у вас, ваших подростков, или у вас есть проблемы, да, то вы не пожалеете, что вы приобретете эту серию целиком, потому что она классно работает, и она действительно делает хорошие дела, вот это, я не знаю, на ком мне протестировать, вот этот кремчик, да, восстанавливающий для чувствительной кожи, да, я его легко израсходую на себя, потому что он легкий, не написано ничего по, как вам даже сказать, ничего по возрастной категории, ничего не указано, можно ли 15-летним, да, но я задала вопросы в обратную связь, также уже пропользовалась им два раза, это очищающая мицеллярная вода для чувствительной кожи, интересный очень продукт, артикул 1668, 150 миллилитров, немаленькая, тоже серия эксперт фарма, эксперт фарму я всегда уважала, также как нашу косметику для дома, потому что эксперт фарма, она действительно работает, и мне еще не попадалось ни одно средство, которое не работает, то же самое эксперт, да, у нас есть эксперт, оно, мне кажется, больше лечебный он даже, чем, вот, и значит, вот эта мицеллярная водичка, тоже не указан возраст, не указана в аннотации, можно ли смывать косметику с глаз, да, аннотация обалденная, классная, да, все описано хорошо, для чувствительной кожи, вот, я ее вчера нанесла на ватный диск, начала смывать косметику, да, тональный крем остался в большом количестве, потом начала, еще раз, да, контрольный, последний раз, начала протирать еще новым ватным диском, на самом деле, следов не осталось, значит, все хорошо, он работает, работает мягко, но очищает хорошо, но, вот, вы знаете, после двух раз, да, то есть, вчера на ночь, и сегодня, вот, я на ночь смывала косметику с лица, вот, этой вот мицеллярной водичкой, такое ощущение, что, такое, знаете, легкое такое, щекотное покалывание, нежное, да, то есть, вот, возникает, ни разу у меня такого от косметики Фаберлик, не возникало, но кожа не покраснела, с ней ничего не случилось, да, то есть, она вот, как бы, просто вот такое ощущение, оно длится, вот, если не соврать, минуты три, а то и четыре, то есть, очень долго это ощущение у меня длилось, и я, конечно, очень удивилась этому ощущению новому, такое ощущение, что, вот, вы знаете, такое чувство, что я нанесла эту мицеллярную воду, и она так работает, да, на мне, да, вот, что-то типа этого, водичка, на самом деле, легкая, прозрачная, да, давайте я на ладошечку какну, вот такая вот легкая, она прозрачная, то есть, обычная мицеллярная водичка, очень у нее приятный, такой сладковатый, нежный аромат, понравился он мне, приятный, сладковатый, нежный аромат, да, и давайте перейдем с вами к кондиционеру, для белья, ну, во-первых, конечно же, удобная упаковка, да, все хорошо, все здорово, он биологически, биологически разлагаемый, экологически чистый, не наносит вреда окружающей среде, конечно же, он сохраняет цвета и яркость красок, оставляет белый белым, защищает печатные узоры, принты и волокна тканей от повреждений, ну, вот вы знаете, я люблю более яркий аромат, мне понравилась орхидея, да, давайте я вам тут сфокусирую его, мне очень нравится орхидея, мне очень нравятся цветы, мне очень нравится еще розовый такой, знаете, аромат, который, забыла как называется, но он мне очень нравится, да, именно розовый, тут он простой, тут он обычный, просто пахнет такой, свежей свежестью, да, то есть вот не морозной, но свежей свежестью, да, вот такой сладковатый немножечко, ну, такая вот, не знаю даже, как описать этот аромат, он мне нравится, сладковатая свежесть, да, белье, на балкон заходишь, просто вот, чувствуется, как будто на балконе все стерильно, свежо и классно, да, вот такой аромат приятный, но не мое не мое, почему, потому что я его израсходую с удовольствием запах нормальный но я люблю орхидеи, я люблю цветы, я люблю, чтобы вот пахло, да, мне хочется, мне это нравится, я этого хочу, да вот, также я заказала гель-спрей для полости рта с прибиотиками свежего дыхания он очень хорошо работает, у него отличная аннотация, тоже поносила его в сумочке 3 дня, да, не смотрите что он уже такой немножечко ободранный артикул 1679 первое мое впечатление, боже мой, какой он термоядерный потому что я, конечно же пшикнула 3 раза, а потом опомнилась, но вот вы знаете на самом деле он вот, знаете, вы зубы чистите и у вас после чистки зубов ощущение несколько часов если вы ничего не едите, не пьете там, ни кофе ничего, да, после чистки зубов то у вас ощущение несколько часов вот реальной такой чистоты, что-то такое приятное и вот после этого геля-спрей то же самое ощущение я понять не могу, ведь я зубы не почистила почему оно такое же, да, как будто зубы почищены вот, работает он хорошо не знаю по поводу выздоровление микрофлоры я им пользуюсь 3 дня и у меня еще пока все нормально с микрофлорой полостью рта, ничего не кровит, ничего не это да, то есть, но если это заявляется, то скорее всего оно есть вот, так же я вчера прозевала не взяла мазь после укуса комаров в свою сумочку и вот вы знаете может быть я поступила нехорошо но я решила раз этот спрей мятный то вот мою дочку сильно укусила и у нее прям такая огромная такая вот я даже не знаю как это назвать ну вот такой, наверное вот волдырь скачил прямо я уже думала боже мой идти, наверное нам надо куда-то я этим спреем пшикнула и она перестала чесать и к утру вот этот вот здоровый этот укус он практически прошел мы пришли домой я думаю раз мой ребенок успокоился дай я ей брызну еще раз и вы знаете она спокойно уснула она не чесала не чесала сами знаете детки они чешут чешут вот такой вот у нас был опыт абсолютно неуместный но так получилось что я прозевала и не взяла с собой ни мазь от комаров ни мазь после укусов от комаров вот взяли вот и пошли и забыли да далее я помыла голову вот этой серией не любила никогда мятный вкус но вот это мне очень нравится это такая нежная мята это нежная вот видите тут написано изысканный уход вот я бы назвала эту мяту изысканной мятой она такая нежная приятная но не как жвачка да вот как вот мятная жвачка она что-то такое вот молочная какая-то мята я даже не знаю как ее писать она мне очень понравилась тюбики большие за волосиками ухаживает хорошо но не лучше чем салон кейр салон кейр я вообще полюбила и прям влюбилась в него да то есть давайте я вам сначала покажу освежающий шампунь с обалденным изысканным ароматом не только уходом хорошие волосики после бальзама после шампуня они отлично расчесываются они не пушатся ничего то есть вы знаете вот прям в жару это вообще круто голова от них ну может чуть-чуть холодно но не сильно в жару это кайфово да я бы так выразилась да вот у нее состав вы знаете на самом деле он ухаживает за волосами и он мягкий такой шампунчик щадящий и так забыла вам сказать артикул он идет кстати большой объем и артикул 8649 и дополняющий к нему бальзам 8671 200 мл вы знаете дочка вырастила волосы уже ниже копчика уже посередине попы и она что-то вот у меня очень хорошо начала расходовать эти бальзамы как вы видите уже нету примерно третьей части бальзама нет четвертой скорее всего да видите он уже у нас начат дочка ими попользовалась она заметила что у нее волосы с него стали блестеть тоже лучше расчесываются хорошо расчесываются вот но вот вы знаете если все-таки выбирать все-таки выбирать то вот сейчас я затрудняюсь какие мне шампуни выбирать или ля крем или селон кейр потому что оба хороши и оба мне понравились далее такая вот вкусно пахнущая красота сладенько вкусненько миндальчиком таким да пахнет прям миндальный миндаль такой молочный нежный такой вот как будто миндаль из шоколадки да вот я бы так его описала тоже классно тоже здорово я не заметила особого отличия от одного от другого но вот этот бальзам питательный он немножечко тяжеловат и вот если вы его используете целиком на всю голову то у вас такое ощущение будет что голова заморалась дня через полтора да если в жару если вы будете его наносить только на кончики то тогда будет вообще классное чувство у вас я его и так и так попробовала да то есть вот вот этот можно целиком на всю голову вот этот как-то мне лично показался что он утяжеляет волосы в жару именно в жару не знаю как зимой потому что зимой волосы очень сухие а летом в жару все-таки мы потеем моемся по 3-4 раза в день порою да вот у нас сегодня в тени вечером уже солнце зашло так у нас это больше было 30 градусов поэтому я даже не знаю правильно ли я вам сейчас сказала потому что прям в самую жару я их тестировала у нас 4 дня вообще пекло он идет артикул 86-72 200 мл то есть он идет с миндальным молочком это молочко очень чувствуется чувствуется что-то непростой да бальзамополаскиватель что он реально питает он реально питает и я бы его сравнила вот знаете у нас есть маски эксперт для волос а он немножечко чем-то схож с ними да чем-то с ними схож но чуть-чуть вот знаете полегче да вот у нас есть допустим серия 1 ботаника она легкая такая да вот и там бальзамы для волос они тоже такие недорогие легкие вот этот питательнее намного то есть он раза в два питательнее чем ботаника и чуть-чуть не дотягивает до масок эксперт вот так бы я сказала вот да ну как бы мое мнение вот такое оно у меня так сложилось это у нас увлажняющий шампунь я им не мыла голову им мыла голову дочка я потрогала волосы ну знаете хорошие волосы все хорошо да то есть она его потестировала как вы видите тут совсем чуть-чуть да и тут тоже совсем чуть-чуть вот если как просвечивать взять да ну шампунь она побольше как бы на шампунь два раза голову моет а тут как бы один раз его только поэтому здесь больше было отличная вещь пахнет кокосом это любимый аромат моей дочери она моется ля крем кокос гель для души теперь ля крем вот это вот ей прям очень понравилось и вы знаете мне кажется для длинных волос увлажнение и питание самое-самое главное и тут ей нравится и миндаль и кокос и в принципе я думаю что больше больше всего она эти шампуньки на себя измоет и будут еще их просить заказывать да шампунь артикул 8670 бальзам 8673 вот не могу ничего лично про него сказать но дочка сказала да то есть мама если они не будут по половинчатому баллу закажи мне побольше штучек по 5 да то есть ну мы с ней так это я и рассказывала она скоро директора открывает конечно же я обучаю я сопровождаю ее людей она еще ребенок она еще толком ничего не понимает она только рекрутирует у меня да и получается что как бы если бы я не сопровождала ее людей она бы просто бы ну не смогла бы работать без меня также новинки три вот такие интересные новиночки первая это фаберлик у меня пришла аромамания и вот на конце какой-то лилак да если я правильно читаю вот прошу прощения я реально не умею читать по-английски мне не нравится этот аромат потому что он напоминает мне не знаю какой-то бабушкин вот честное слово я не люблю этот аромат у меня есть парфюмерная водичка с таким ароматом от фаберлик я забыла как она называется но я потом еще сниму вам обзор да то есть эти три парфюмерной водички которые я вам сейчас перечисляю они их можно смешивать между собой придумывая свой аромат какой вам захочется то есть это муск да или маск да аромамания вот этот аромат мне очень нравится он легкий сладкий легкий сладкий такой цветочный не ягодный да и вот этот аромат конечно же он мой чем-то он пахнет древесным таким классным да а вот бергамот ну понятно все почему мне он понравился очень он мне нравится и вот эти вот три аромата в полных версиях когда вы их заказываете вы их можете смешивать да или два вместе или три вместе и будете создавать свой аромат и будете каждый день носить свой аромат допустим сегодня эти два завтра три послезавтра да поменяли одежду допустим какой-то один да то есть под свое настроение да то есть вот и вот то что мне не понравился один аромат да он может в паре с каким-либо из этих ароматов абсолютно по-другому играть и вот я это конечно все сейчас понимаю и поэтому я прям не стала ничего хвалить не стала ничего выделять потому что очень интересное да вот и вот этот вот древесный бергамотный аромат конечно меня прям вот я его вдохнула и я не могу мне он очень понравился я хочу полную версию и я даже ничего не смешиваю буду так просто им пользоваться я уже знаю я люблю что-то древесное но конечно я люблю путужур я люблю платинум во них я уже обзоры снимала несколько раз это строительная пена просто шикарная пена моя дочка ее обожает она ее строит она долго не лопается держится в ванной единственная сложность это ее потом из ванной смыть в конце да значит дальше значит давайте я вам покажу артикул просто я объединила два заказа вместе да 2313 и 270 миллилитров оно большое также мы для интимной гигиены для младшей дочки используем средство ноль плюс оно идет 75 миллилитров нежная такая приятная пеночка да очень ласковая такая классная я считаю что это средство ей как раз для этого и нужно да то есть им конечно можно умываться и ручки мыть и все такое но ручки мы моем синим средством артноставник и последнее это средство ноль плюс я его часто заказываю особенно в жару мы купаемся по два раза я не знаю милая вода в ванной она у нас вообще практически там не выключается вот артикул 2327 она идет 250 миллилитров то есть такой большой объем гипоаллергенный одобрено родительским комитетом все с ним хорошо он идет ноль плюс то есть по гостам по стандартам по всем санпинам да то есть тесты все прошли вот и эта пена мне очень нравится она ой не пена а гель для душа от макушки до пяток то есть им можно мыть волосы голову да то есть вот он такой густенький и реально хорошо так здорово пенится да здорово пенится и уже не знаю раз третий я заказываю салфетки но мы их берем с собой да то есть тут есть очищение увлажнения обычно я это протираю лоб там еще что-то в жару постоянно салфетки идут далее значит очищение уход тоже как бы для лица в основном да вот салфеточки для лица для рук далее очищение питания то есть разненькие ароматы чтобы от одного аромата не уставать в принципе они все классные подходит как вы видите для всей семьи то есть написано что можно и детям и антибактериальные ну антибактериальные конечно дочка конечно дочка вот мы ходим в торговый центр еще куда-то у меня много детских антибактериальных салфеточек и эти салфеточки у меня тоже всегда в сумочке то есть я вот сейчас вам видео сняла и одну пачку сразу кину в сумку для того чтобы уже не забыть их с собой брать вот далее ополаскиватель он мне очень нравится но он такой знаете жесткий жесткий да он такой ну его можно водичкой разбавить или может я такая да то есть беленькая такая водичка незаметненькая и он такой мятный мятный но тут идет хоть и сильная но сладкая мята он приятный он вкусный вот я бы так сказала да что он вкусный и вот вы знаете недавно он уже заболел зуб от колосса заболел он записался в зубной он ходит в одно и то же место и там не было места 3 дня вот ну как как бывает да хорошему зубному очередь всегда длинная а пока он 3 дня терпел он у меня полфлакона которые остались он просто выполоскал он говорит я пополоскал говорит у меня зуб прошел и когда она стала его очередь туда идти он говорит Аня у меня больше ничего не болит я может я могу и не ходить я говорю давай иди уговорила его конечно идти но вот вы знаете очень интересно да то есть вот этот ополаскиватель каким-то образом вылечил больной зуб у меня у мужа да и это конечно приятно такая штучка я заказала еще раз и если вы зарегистрированы в компании Фаберлик или не зарегистрированы я вам это средство все равно рекомендую у вас есть знакомые которые у вас могут заказать да то есть вы можете также в интернете зарегистрироваться вот тоже штучка конечно классная уже несколько раз заказывала ну что с вами была Куна Нова Аня интернет проект Фаберлик онлайн до встречи с вами в новых видео была быть рада вам полезной и конечно же прошу прощения за то что я задержала обзор вот новинки классные в этом периоде моему мужу пришло еще и ботинки пять пар все пять пар ботинков но он что-то уже четвертый или уже шестой день он очень устает на квартире и все мне отказывает сделать обзор но я его когда-нибудь уговорю потому что у него высокий взъем на возврат 21 день и уже как бы завтра седьмой день начинается нам все равно надо успеть померить до того как ну мало ли их надо будет вернуть в компанию Фаберлик есть возврат в течение 21 дня все одежды обуви и так далее поэтому в принципе можно не бояться они так и лежат у нас в коробке уже неделю мы их так и не померили еще надеюсь завтра он у меня уговорится на новое видео ну что ж всем пока-пока до встречи с вами на вебинарах на новых видео была быть рада вам полезной субтитры